Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов, и в этом видео мы разберем, что же такое прогноз бюджета в Яндекс.Директе. 90% людей, пытаясь хоть как-то коснуться Яндекс.Директа, хотят точно знать, что их реклама будет работать в плюс, или работать с точными какими-то показателями. И да, точные показатели просчитать в Яндекс.Директе невозможно. И даже сам Яндекс об этом говорит, намекая, я намекаю, конечно же, на прогноз бюджета, который встроен в Яндекс.Директ, и который мы сегодня, конечно же, посмотрим. И просчеты в нем сделать очень точно, к сожалению, нельзя. Да и сделать вообще в них более-менее правдивые нельзя, но мы будем пробовать. Сегодня я вам покажу вот такую интересную таблицу, которую я сделал из просчета бюджета, который можно достать из самого Яндекс.Директа с помощью программы «Прогноз бюджета». Я ее немножко переделал, расскажу немножко про формулу, расскажу, почему именно так здесь сделано. И перед этим я расскажу немного про историю, почему раньше было по одному, теперь по другому, и в чем разница между старыми просчетами бюджета и новыми просчетами бюджета. Итак, если начать с 2011-2013, возможно, даже начало 2014 года, взять контекстную рекламу в Яндекс.Директе, то мы увидим, что раньше у нас было всего от 14 мест на первой странице Яндекс.Директа. То есть было спецразмещение 3 места и много мест в гарантии. Даже сейчас, вбивая в Яндекс некоторые запросы, вы сможете найти очень похожую систему распределения Яндекс.Директ рекламы. Правда, здесь запрос Яндекс.Директ, и, к сожалению, нет в спецразмещении первых трех мест, но обычно они именно здесь размещаются. И, как вы видите, есть блок гарантированных показов, которые располагаются справа. И сразу же скажу, что сейчас блоки гарантии очень сильно отличаются от тех блоков, которые были раньше. Сейчас в 90% случаев мы видим следующего вида рекламы. Три первых места в спецразмещении, первое место, второе место и вход в спецразмещение. Да, сейчас, конечно, в Яндексе используется новый аукцион Яндекс.Директ 2.0, о нем я скажу чуть позже. Но, в принципе, как было всегда три места в спецразмещении, так и есть. Единственное, что поменялось в 2014 году, то, что гарантия поместилась вниз страницы. То есть, после SEO-выдачи, то есть, выглядит это вот так. Если смотреть это схематически, спецразмещение три места, SEO 10 мест. И гарантия 4-5 мест. Раньше было 3, теперь идет чередование. Чаще всего 4 места, но бывает и 5. В данном случае у нас 4 места. У нас блок гарантии. Первое место, так и называется, первое место. Первое место гарантии. Дальше второе место гарантии. Третье место называется вход в гарантию. Или в гарантированные показы. И четвертое место, чаще всего, бывает процент охвата аудитории, о котором мы тоже отдельно поговорим. Естественно, на каждое место есть отдельная ставка. И кроме того, что ставка идет отдельно на каждое место, так как у нас идет аукцион, и он открытый, для каждого человека цена заявки отличается от другого. Человека, я, конечно, имею в виду вас, рекламодателей. То есть, например, для человека, который висит на первом месте, цена на это место одна. Для другого человека цена, например, второе, который сейчас сидит второго, он теоретически пытается попасть на первое место. Для него цена клика на первое место совершенно другая. И пытаться понять, как устроен полностью аукцион Яндекс.Директа, я вам не советую. Потому что, во-первых, эта информация закрыта от большинства рекламодателей. И если вы пытаетесь это выяснить, это замечательно. Если вы выясните 100% как работает аукцион Яндекс.Директа, я с удовольствием у вас даже куплю эту информацию. Если это, конечно, будет правдой. Если говорить о ценообразовании в Яндекс.Директе чуть-чуть поподробнее, то цены именно для вас, для каждого рекламодателя свои. На ключевые фразы. И они зависят, во-первых, от места показа. То есть, первое спецразмещение, второе, вход спецразмещения, первое место гарантии, второе место гарантии и так далее. Дальше, ставок конкурентов, потому что конкурентов на данный момент может быть 50, а может быть 20. И они могут ставить разные цены в разное время. Аукцион обычно обновляется каждые 15 минут. Дальше, естественно, количество конкурентов, про то, что я уже сказал. Вашего CTR-объявления. Если у вас объявление новое, у него нет еще пока никакой истории, и вам будет предложена большая ставка, чем у конкурентов. Если у вас CTR держится какое-то продолжительное время, например, неделю, то вам будут сделаны определенные скидки и поблажки, и цена для определенных мест будет понижена. Дальше, карма вашей компании. В карму компании входит несколько определений. Первое, это насколько давно вы рекламируетесь, потому что если вы тратите очень много и долго денег, то Яндекс, естественно, вам тоже делает некоторые поблажки. Кармы вашего домена, потому что вы можете гнать на свой домен не только со своего аккаунта, а с нескольких аккаунтов. И карма домен тоже собирается из продолжительности рекламирования с помощью Яндекс.Директа, и также качества. Какое качество идет трафика. И да, я, конечно же, отдельно выделил, сколько вы уже потратили в контекст этого аккаунта. И есть еще огромное количество параметров, по которым возможно уменьшение или увеличение ставки именно для вас и именно для этого места. Единственное, что нужно знать, то, что с августа 2015 года в Яндекс.Директе появился новый аукцион Яндекс.Директ 2.0. И в этом аукционе у нас, естественно, есть 3 места в спецразмещении, 4 места в гарантии. Именно под эту поисковую фразу. Ну и, естественно, даже если у вас 50, то вы будете пытаться вжиматься, попасть в спецразмещение или в гарантию. И появилось еще одно неприятное действие в новом аукционе Яндекс.Директа, которое, к сожалению, тоже не учитано в прогнозе бюджета. Это то, что теперь на всех позициях, кроме первого спецразмещения, который в самую верхнюю строчку занимает страницы на поиске по вашей ключевой фразе, это охват аудитории. Охват аудитории – это процент людей, которые видят вашу рекламу. То есть у нас есть так называемый Wordstat. В Wordstat мы, конечно же, можем выставить наш регион, например, Москва и Московскую область. То есть выбрать нашу ключевую фразу и увидеть примерный прогноз количества показов, а именно 6263 показа, на следующий месяц. Ну, то бишь, вот сегодня 24 марта. Это значит еще плюс 30 дней. И за эти 30 дней примерно фразу «купить септик», точнее это два слова плюс остальные ключи, которые входят в эту ключевую фразу, напишут примерно 6263 раза. И, естественно, реклама покажется. Так вот, 6263 – это является 100% охвата аудитории для фразы «купить септик». Если взять пример для охвата аудитории и взять запрос «септик», где, например, 500 тысяч показов в месяц, например, по всей России, именно для этого слова, то можно разделить количество показов в месяц и посмотреть, сколько в день будет показов в месяц. Это 16666 показов в день. Пусть будет это 100% аудитории. И процент аудитории, если является, например, 30%, то есть практически 1,3 от 16663 показов в день, то 30% аудитории – это 4999 показов. Теперь самое интересное, что охват аудитории на каждом месте в спецразмещении или в гарантии, он разный для всех рекламодателей. И только в первом спецразмещении есть 100% охвата. На втором спецразмещении есть 85% охвата. На третьем спецразмещении, ну, люди спорят, вообще это 70-75% охвата. В принципе, несущественно, я всегда считаю 70% охвата. В гарантии первое место где-то 50% охвата аудитории, второе место – 35% охвата аудитории, и вход в гарантию где-то 30% охвата аудитории. Почему вообще появились проценты охвата аудитории? На самом деле все очень просто. Если посмотреть в историю, в 2011, 2012 и 2013 года, которые я еще, слава богу, застал, мы можем увидеть, что гарантия была очень большой. Было 11 позиций, и со спокойной душой можно было рекламировать 14 рекламодателей. Это было огромное количество людей. Но спустя года Яндекс поменялся, он сделал больше, ну, можно сказать, под Google, потому что в Google очень схожая система, но скорее это под планшетные компьютеры версия, где всего 3 места в спецразмещении и в гарантии 4-5 мест. Да, конечно, настоящий профи скажет, Костя, есть еще и другие страницы, и да, они действительно есть, но количество на первой странице рекламных мест их стало в разы меньше. Ну, в 2 раза практически их стало меньше. Это, конечно, большая печаль и грусть. И для того, чтобы людей не обделять, а реклама стала действительно в разы дорожать, и люди начали беситься, потому что реклама перестала быть эффективной, придумали в Яндексе следующую вещь. Вообще, они, точнее, это ничего не придумали, они взяли просто из Google, а в Google очень похожий аукцион, и они решили взять для тех, кто занимает первую позицию, полностью отдать аудиторию, на вторую позицию они решили отдать 85% и так далее. То есть, чем вы ниже занимаете место, тем меньше вы показываетесь. Из чего можно сделать вывод, что если вы показываете спецразмещение или в гарантии, это не факт, что вы будете показываться 100% охвата аудитории. И, конечно же, напомню очень важный момент, что у нас есть еще лимит на день, который, скорее всего, вы тоже выставляете. И если у вас стоят большие ставки по ключам, по кликам, то, естественно, вы будете показываться тоже какому-то только проценту аудитории, а не всем. Поэтому, если переходить к оценке месячного бюджета, надо понимать, что она сделана по старой схеме, а это значит, что тут нету этих процентов, и шанс того, что вы покажетесь, она считает 100%. То есть, еще по нашему аукциону Яндекс.Директ 1.0 все это считается. И если закинуть сюда ключевые фразы какие-то, ну, например, септик, и септик купить, это абсолютно для примера, и выставить какой-то регион, то, что он сделать, скорее всего, и вам придется рано или поздно, и выставить прогноз бюджета на 30 дней. Можно, кстати, покидать еще дополнительные ключи, чтобы было понятней и наглядно. Здесь можно увидеть очень интересную табличку. В этой табличке мы увидим прогноз средней цены клика в УЕ, списываемую сумму для определенной позиции. Это первое место в гарантии, гарантированные показы, спецразмещение, второе спецразмещение, и первое спецразмещение, про что мы и говорили. Также здесь мы можем увидеть прогноз CTR, то есть эффективности вашего объявления, прогноз кликов, прогноз показов. Итак, давайте теперь я расскажу, откуда, в принципе, все эти данные берутся. Ну, во-первых, прогноз показов берется элементарно. Мы копируем бетонные кольца, дублируем вкладку просчета бюджета, и смотрим, сейчас у нас стоит Москва и Московская область, 13 297. Смотрим оценки месячного бюджета, здесь тоже будет 13 297. Первое, что нужно знать, что Wordstat – это примерное количество показов, то есть это не 100%, что именно 13 297 показов будет именно в этом месяце. Это примерный прогноз от Яндекса на основании всего года и предыдущих годов, и не более. Теперь по поводу прогноза средней цены клика, откуда она берется и откуда берется прогноз CTR. Если вы откроете описание API Яндекс.Директа, это специальное программное обеспечение, которое позволяет писать программы под Яндекс.Директ, вы можете увидеть, что там есть специальная база данных, которая отдельно подключается, и в этой специальной базе есть свои прогнозы средней цены клика, которые высчитываются, можно сказать, отдельно от аукциона. Так что цифра 1.41 в УЕ, то есть можно умножать на 30, на самом деле будет нерелевантна настоящему аукциону. Почему? Потому что, во-первых, аукцион обновляется каждые 15 минут, и, например, в 2 часа дня цены на определенные ключи, естественно, отличаются от цен, например, вечером. На те же самые ключи, на одинаковые позиции будут отличаться. Поэтому в базе данных просто засунуть примерный, абсолютно примерный, примерный цена клика на это место, чтобы не было ни утра, ни вечера и прочего. То есть ни к чему этому не было привязано. И прогноз CTR. Прогноз CTR здесь считается просто среднее по больнице, то есть по-другому это назвать нельзя, потому что, да, на самом деле 10% CTR объявления, конечно, на первом спецразмещении сделать элементарно, и для этого даже не надо писать очень хорошие заголовки, тексты и так далее. Просто на ваше место, вот на первое, на самое, как бы кто ни говорил, но на первое место кликают действительно каждый десятый человек, который вбивает ключевую фразу. И с этим никуда, и от этого никуда не деться, и с этим надо просто жить. Также здесь, конечно же, есть прогноз кликов. Как он считается? Он считается количество показов в месяц, примерно. Умножается на примерный процент CTR, и получается примерно количество кликов. И это количество примерно умножается на 2,18. То есть берется стандартная какая-то средняя ставка средней по больнице, умножается на средней по больнице CTR, и получается средней по больнице количество кликов. И да, это грустно. То есть, сейчас вы должны понимать, что сам прогноз, он средний по больнице. И использовать его для точных просчетов лучше не стоит. Но если все-таки надо. И вы сомневаетесь в том, работает ваша рекламная компания, будет она работать или нет, что же сделать? Ну, во-первых, я рекомендую всегда взять какие-нибудь широкие ключи. Ну, естественно, может быть не септик, его давайте вычеркнем. Взять какие-то ключи действительно широкие, по которым вы хотите показываться, в свою рекламную компанию хотите показывать. Очень узкие ключи брать тяжело, потому что, к сожалению, Яндекс также средний по больничному берет цену клика для низкочастотников. То есть, для тех, у кого показы по 2, по 3, по 10, по 15, по 100 в месяц, для них он, к сожалению, берет ставки, можно сказать, выдуманные. Таких ставок, на самом деле, на этих ключах нету. Поэтому брать лучше побольше, пожирнее ключи, где есть хорошее количество показов. И после того, как вы накидаете эти ключи, вы можете экспортировать эти данные в XLS. Можно показать, например, дневной бюджет, оставить их также. И засунуть, в принципе, все позиции. Но на самом деле, вам не все позиции нужны. Вам нужно первое спецразмещение, спецразмещение и гарантированные показы. Вот только раз, два, три места. Остальные места вам, в принципе, не нужны. И нажать кнопочку «Экспорт в XLS». В итоге, что мы получаем? Мы получаем такую табличку, где есть ваши фразы, количество показов в месяц, прогноз. И примерное количество переходов по первому месту, по спецразмещению, по гарантии. Те же самые цены, только их по 2. То есть, я могу их даже выделить специально, чтобы было видно. Эти, эти и еще вот эти. И, естественно, три бюджета. По гарантии, по спецразмещению по первому и по вообще спецразмещению, входу в спецразмещение. Ну, первое, что тоже нужно понимать, что, скорее всего, вы будете использовать какие-то интересные виды стратегии показов. И, скорее всего, вы будете не всегда сидеть в гарантии. А иногда будете сидеть в спецразмещении, иногда сидеть на первом месте спецразмещения и на других местах. Поэтому, опять же, прогноз бюджета получается очень коряренький. Но, тем не менее, я покажу вот такую вот формулу, такую таблицу, которую я попытался сделать, как вы видите, вот из этой таблицы, и которая теоретически будет правдива. Итак, с чего мы начнем? Да, у нас есть предложенные фразы, то же самое, что у нас и было, только это с РО. Дальше, здесь есть то количество показов, которые нам предлагает Wordstat. С ним мы сделать ничего не можем и точно посчитать не можем. Wordstat будем считать как нашей реперной точкой основной. Дальше, у нас есть примерное количество переходов в месяц по первому спецразмещению. И, да, самое простое, что нужно сделать, это умножить, и действительно это сделать, умножить на 0.12 количество показов в месяц. Почему? Потому что самый плохой процент переходов по вашему объявлению, если у вас действительно хорошо написано объявление, около 12%. В лучших случаях это бывает и 20%, и 30%, и больше. Это правда. Тем более, на показах в месяц около 240. Действительно, можно сделать на первом месте очень вкусное объявление, и люди будут переходить. Дальше, у нас, как вы помните, уже есть процент охвата аудитории, который все меньше и меньше и меньше. Остальные я, в принципе, выбрасываю места. Оставлю, сейчас покажу второе спецразмещение, но его считать не буду, потому что нет смысла. Давайте посмотрим. По второму месту уже 85% охвата, поэтому у нас есть 0.85, которое мы умножаем на количество показов в месяц и умножаем на 10%. Это самый плохой результат для третьего места. Что такое первое и третье место? Давайте еще раз. Первое место – это вот это место, купить септик в Москве, и третье место – это вот это место. Вот у нас второе место есть и третье место. Вот для третьего места самый плохой результат – это 7% CTR, для второго – 10%. То есть, здесь у нас где-то 12%, 10% и 7% CTR. Для второго места у нас 85% охвата аудитории. То есть, вы максимум сможете показаться далеко не всем, в общем. И для третьего места у нас есть 70% охвата аудитории. Он у нас также умножается на 7%. В итоге мы получаем примерное количество кликов, которые вы можете получить. Правдивое. Потому что у нас есть охват аудитории. И, скорее всего, у вас будет именно вот такое количество кликов. Ну, мы проверяли уже несколько раз. Если говорить про гарантии, то это примерно 50% охвата аудитории. Да, бывает и больше, бывает, все бывает по-разному на самом деле, потому что как устроен точно аукцион, никто сказать не может. И здесь тоже бывает по-разному. Бывает 70%, бывает и все 100%. Еще очень многое зависит от того, какое количество у вас конкурентов. Если у вас конкурентов нет, вы все время показываетесь, ну, например, у вас два конкурента, и вы показываетесь либо первым, либо вторым, то у вас у обоих 100% будет охват аудитории, потому что просто у вас нету никаких конкурентов. А если у вас большое количество конкурентов, то, скорее всего, у вас будет вот примерно такое количество процентов. Ну, поэтому считать будем для всех. Здесь 4% CTR, это самое плохое, что, в принципе, можно сделать в гарантии. Хуже, ну, я очень давно не делал хуже, 4% CTR легко делается. И да, мы умножаем на 0,5, как 50% охвата. Задача этой таблицы посчитать самые плохие результаты, которые вы можете добиться. Вот самые плохие, то есть самые лучшие, вы можете оставить при себе. Вот если у вас в таблице в этой получатся положительные результаты, значит, знайте, что у вас очень крутая ниша, и у вас все замечательно. Дальше. Мы берем наши стандартные цены клика по первому месту, по второму месту и по третьему месту. Но хочу заметить, берем мы именно вторую позицию, то есть примерную списываемую цену клика. Не первое место, а второе место. Видите, они отличаются иногда ценниками. И там есть свои тонкости. Надо просто знать, что надо брать именно вторую вот эти данные, они меньше по цене. И сразу же понимать, что Яндекс, просчет бюджета, к сожалению, не воспринимает то, что вы сделаете большой процент CTR, а вы его сделаете. И будете показывать, скорее всего, например, целый месяц. А спустя неделю-две вы сможете понизить цену клика. Причем, если у вас будет большой CTR, а в новом аукционе это очень важно, вы сможете понизить очень хорошо цену клика. Так вот, цену клика можно понизить практически до 50% в течение месяца на первом месте. В ходе спецразмещения где-то на 35, то есть на третьем месте. И в гарантии где-то на 20% всегда можно понизить цену клика, если, конечно, вы реально показываетесь. Постоянно у вас не отключаются рекламные кампании, деньги постоянно лежат, и все замечательно. Да, можно по ночам не показываться, и да, можно показываться, и иметь больше CTR, и больше экономить. Я беру где-то среднее по больнице, опять же. И с помощью формул я, естественно, умножаю на 50%, то есть беру 50% от списываемой цены с первого спецразмещения, с спецразмещения и гарантии. То есть 0,5, 0,65 и 0,8 в обратной пропорциональности, потому что нам нужны те данные, которые будут теоретически правдивы для нашей цены клика на этом месте. Теперь продолжаем. Теперь нам необходимо почитать примерный бюджет в рублях по первому спецразмещению, по спецразмещению и гарантии. Делается это очень просто. Мы берем примерную цену клика, которую мы снизили на 50% с первого спецразмещения. То есть к концу месяца она у вас точно настолько понизится. Это было аж 4. И еще C4, это у нас количество переходов. И умножаем на 30, это 30 рублей, потому что у нас до этого все считалось в долларах. И получаем вот такой вот результат. В рублях 1,598,000. Если вам, естественно, не нужно такое количество переходов и не нужно сидеть на первом месте, то вы можете, опять же, двигаться. И понятное дело, что не обязательно тратить все эти деньги, это логично. Но если вы хотите висеть по тем запросам, которые у вас появились, кстати, хочу заметить, без минус-слов, потому что минус-слова там не работают, тоже никакой разницы нет. Есть там минус-слова, нету минус-слов, абсолютно. На цену клика это не влияет, к сожалению, в прогнозе бюджета. Естественно, мы то же самое делаем для спецразмещения, входа в спецразмещение. Да, у нас это получается умножаем E4, это у нас количество кликов в спецразмещении, вход. И сниженная на 35% цена спецразмещения. И вот у нас получается 848 тысяч рублей. И дальше у нас получается 182 тысячи рублей просто в гарантии. Заметьте, гарантии, чтобы показаться 50% аудитории и при этом еще снизить цену. Вот такая цена клика. Вот такая цена рекламы у нас получается в спецразмещении, в спецразмещении, в гарантии. Естественно, вы опять же будете по некоторым запросам, естественно, напомню, что вы будете по некоторым запросам, до 100% вы не будете 28 долларов платить за клик. Вы, скорее всего, будете платить 5. Где написано 38, вы тоже 38 долларов. Вы не будете платить такие деньги. Вы будете пытаться по-другому немножко рекламироваться, либо убирать эти ключи и так далее. Но уже это ближе к директ-командору. И когда вы увидели эти результаты, вам еще необходимо прикинуть, сколько прибыли вы вообще получите. У нас есть заявки, которые я посчитал 3% конверсия лендинга. То есть у нас есть, как это считается? Мы берем просто количество переходов, которые у нас получилось 2170 в 3% конверсии сайта. Если при условии, что у нас от ключи относительно горячие или теплые, то 3% конверсии можно, естественно, получить даже в самом худшем случае. И то же самое делаем для спецразмещения и для гарантии. Получаем то количество заявок, которые можно получить. Далее мы считаем количество клиентов. Количество клиентов мы берем 50% от заявок. Это для ниши СРО. И я считаю, что это нормально. Конечно, не факт, что в СРО все 50% закрываются, и не у всех. И есть еще и другие ниши, но я беру 50%. То есть половина ровных заявок будет закрываться. В итоге получаются вот такие данные. Дальше мы считаем грязную прибыль. Это прибыль с одной единицы товара, умноженная на клиентов. То есть мы берем, например, 80 тысяч рублей. Это средняя прибыль, которую можно получить с одного допуска СРО. Ну вообще от 50 до 150 тысяч. Ну возьмем 80 тысяч. И умножим на количество клиентов, на 33. И получаем вот такую прибыль. Но при этом надо не забывать, что у нас есть та самая реклама. И затрата на нее. Поэтому мы считаем чистую прибыль, отнимая грязную прибыль от рекламы. В итоге получается, например, на вложенный 1.598.000 еще сверху 1.000.000 на руки. Я считаю, это нормально. При спецразмещении получается где-то 214.000, что не очень-то. Но зато в гарантии очень круто. На вложенные 182.000 получаем 250.000 сверху. Это очень круто. Ну а теперь давайте прикинем и посмотрим, сколько чего получается. Если говорить про цену одного клиента. Я могу точно заявить, что цена одного клиента в допусках СРО сейчас в районе 5-7 тысяч рублей. И это вполне нормально для этого рынка, потому что очень дорогие СРОшки и прочее, прочее, прочее. И они будут дальше дорожать. На самом деле раньше было дешевле. Можно было клиента получить за 3.5 тысячи. Сейчас это в районе 4-х минимум. От 5 до 7 тысяч. И да, то, что тут посчитано 30 тысяч, это дикость. Но я хочу заметить, что даже при 30 тысячах рублей и цене одного клиента такой, вы все равно получаете прибыль. И это очень круто, и это очень важно. Давайте посчитаем ROI. ROI мы посчитаем следующим образом. Мы возьмем наш доход, отнимем растраты на рекламу и разделим на растраты на рекламу. В итоге мы получим, и умножим на 100%, естественно, и получим в процентном соотношении, в формате ячеек процентный, мы получим, да, надо уже 100 отсюда тогда удалить, и получим те проценты, которые мы получаем. В итоге мы, ну, самая большая эффективность, естественно, получается в гарантии. И, в принципе, это очень часто правдиво, потому что, так как очень мало людей доходит до гарантии, там цена клика, естественно, ниже. Да, количество прибыли там, конечно, меньше, но эффективность там действительно лучше. При этом в спецразмещении мы получаем, как вы видите, почему-то самый маленький ROI, ну и прибыль, в принципе, мы тоже получаем нормальную. И на первом спецразмещении мы получаем 62% ROI. Это, конечно, не показательно, что это вот именно так выглядит. Зачастую ROI на третьем месте в спецразмещении, он, естественно, выше, чем в других местах. В гарантии он ниже на втором месте, и на первом месте спецразмещения она самая низкая. Да еще и зачастую на первом месте спецразмещения, так как люди очень любят кликать на это место, но при этом не покупать, бывает и меньше конверсий. Поэтому, возможно, эффективность там еще может быть ниже. Вот, поэтому здесь немножечко неправдиво, но тем не менее. Самое главное, что вы должны увидеть, когда сделаете похожий просчет бюджета, вы должны понимать, или должны увидеть, что у вас реклама точно работает в плюс. Даже в самых плохих, вот в самых плохих ваших снах. А это и есть ваш самый плохой сон, когда вы получаете большое количество кликов, 1357, и при этом только 27 заявок. Это, конечно, довольно страшно. Люди, конечно, боятся этого. И при этом вы вкладываете деньги и получаете, ну, не такую уж большую сумму. Ну, это самый страшный ваш сон. То есть, зачастую все, конечно, намного лучше. То есть, либо конверсия выше, например, на СРО, на лендингах конверсия действительно выше. Она от 5% до 10%. Я взял 3%, просто чтобы успокоить, можно сказать, себя и вас. Ну, и, естественно, грязную прибыль там можно тоже развивать до бесконечности. Ровно как и клиентов можно закрывать. Если их пришло 10, можно закрывать 7, то есть 70%. И уже тоже получать намного большую прибыль. Вот так. Но в конце, опять же, повторю, что этот просчет бюджета, он средний по больнице. И единственная задача его просто понять, насколько эффективна будет реклама по каким-то определенным ключам и по каким-то параметрам. И вообще, если у вас будет, например, 3% конверсии или 1% конверсии, а будет ли реклама работать в плюс. С этими задачами, в принципе, эта таблица справляется. Что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Вот такой вот странный урок. Если понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Успехов! Увидимся в других видео.